Быть художником значит верить в жизнь. В картиной галереи Черкеска открылась выставка художника Эдуарда Хавцева. Его творчество – это яркий пример того, как человек может молча выразить свое внутреннее состояние на холсте. Что вдохновляет молодого художника на создание картин в стиле авангарда, расскажет Майя Хамдохова. Закрывать глаза, чтобы видеть, творить и создавать – высшая степень искусства. Как и у любого художника, композитора или поэта, композиции рождаются из эмоций к определенным событиям в жизни, из любви к природе, разочарованием и даже потерям. Эдуард Хавцев – молодой художник, который видит мир через призму собственного восприятия. Для него важно, чтобы зритель увидел в картине отражение себя самого – частицу собственной души. Взяв в руки кисть и акварель, я могу передать то, что нельзя сказать словами. Делится автор картин, представленных в картиной галереи Черкеска. Только так могу выразить все, что иногда не могу сказать, не всегда могу объяснить. Вот выражаю так. Для многих, наверное, это все-таки непонятно. Все какой-то ищут двойной смысл или еще что-то. Ну, я не знаю. Это мое отражение событий. На выставке картин в стиле «Авангард» присутствовали почетные гости, среди которых был министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агербов. Он высоко оценил творчество художника и предложил различные идеи для дальнейшей реализации картин. Ведь для ценителей искусства и самого автора очень важно сохранить тот самый художественный стиль, который отразился в памяти как отрывок из собственной жизни. Глядя на работу, я думаю, что абсолютно легко будет сделать вот эти работы популярными, потому что в них во всех виден стиль, в них во всех видна применимость. Это вполне могут быть и дизайнерские работы, скажем так, дизайнерные вмещения. Это могут быть и тематические работы. Каждая композиция художника состоит из симбиоза множества деталей, оттенков, контрастов, которые сливаются в один общий образ с глубоким философским смыслом. Такой необычный стиль привлекает внимание и толкает на самый популярный вопрос. Что же вдохновляет создателя таких сюрреалистических шедевров? По словам самого автора, секрет вдохновения очень прост. Это любить и принимать жизнь такой, какая она есть. Ведь каждое событие в жизни можно сохранить не только в памяти, но и на бумаге. Как вообще создавался такой шедевр, такая картина? Ну, не знаю, мне как художнику очень сложно что-то объяснять. Я рисую без эскизов и без заранее какой-то подготовленной темы. Поэтому они у меня все... Получается, сели и нарисовали, да? Да, все нарисовал. У меня нет ни замысла, я ничего не планирую. Оно как-то льется потоком. Примечательно, что у Эдуарда нет художественного образования. Он по большей части художник-самоучка. Но многие его работы хранятся в частных коллекциях, а некоторые уже отправились в другие страны. Творчеством художника все чаще интересуется молодое поколение. Сам автор очень трепетно относится к тем, кто только учится рисовать. Но сам бы не хотел обучать других. Художник считает, что занимаясь академизмом, теряется харизма. Майя Хамдохова, Михак Аракелян, Вести, Карачаева, Черкесия.